ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме продолжают обсуждать идею увеличения штрафа за отсутствие ОСАГО с 800 рублей до 5000. Накануне свое мнение по этому поводу высказал главный инициатор поправок в ПДД и КОАП последних лет, депутат Вячеслав Лысаков. Инициативу он назвал популистской. По мнению депутата, поголовно получать полис, автовладельцев сподвигнет не повышенный штраф, а автоматическая фото-видеофиксация незастрахованных машин и рассылка писем счастья. ТРАССА СТО ОДИН Отечественный проект «Кортеж» – престижные автомобили для первых лиц государства – оказался вполне себе реальным. Несколько десятков машин производитель собирается передать Федеральной службе охраны в этом году, а со следующего года они поступят в свободную продажу, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, начальная стоимость машины составит от 6 до 7 миллионов рублей. ТРАССА СТО ОДИН Компания «Феррари» сообщила о том, что начала разрабатывать первый в своей истории кроссовер. Как заявил представитель фирмы, это будет быстрейший автомобиль в своем классе. Куда уж быстрее. Первый кроссовер «Ламборгини» Урус, который скоро приедет к своим покупателям, разгоняется до сотни за 3,5 секунды. Стоит 650-сильный автомобиль более 15 миллионов рублей. Такси на улицах российских городов практически уже не ловят. Согласно результатам опроса, проведенного одним из маркетинговых агентств, 76% наших соотечественников для вызова такси используют мобильное приложение. 15% опрошенных звонят в диспетчерскую службу. На долю голосующих на дороге пришлось 9%. Кстати, многие из них осознают, что занятия это не совсем безопасные. Трасса 101 Ученый из Вятского госуниверситета Валерий Авдонин создал вибро-шумоизоляционный материал для автомобилей, который по своим характеристикам превосходит существующие аналоги. В частности, он продолжает работать в морозную погоду, когда, как другие изоляторы, изготовленные на основе битома, замерзают, что неприемлемо в северных регионах. Стоимость новинки примерно та же. Разработки ВятГУ уже стало известно автопроизводителям. Например, заводу Volkswagen в Калуге. В планах ВУЗа наладить промышленное производство материала, чтобы он был доступен и автозаводам, и обычным автомобилистам. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Яка Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова